Каждый день появляются новые разработчики. У некоторых игры становятся популярны, у некоторых нет. А кто-то вообще забрасывает разработку. В этом выпуске я покажу 10 лучших инди-игр за сентябрь. Также я разыграю в этом видео игру Red Sun RTS. Части ключа будут отображаться во время выпуска. В комментарии пишите, если ключик заберете, чтобы другие зря не тратили время. Удачи! Буду рад твоему лайку и подписке на канал. Это канал Быть Инди, приятного просмотра. Осторожно, возможно спойлеры, я вас предупредил. Маньяки страшные люди, а их способы убийств не менее страшны. И все же на месте преступления остаются следы, и кто-то должен убирать. Эта игра как раз является симулятором уборщика за маньяками-убийцами. На самом деле это продолжение симулятора уборщика место преступления. Только теперь он не один, а с ним целая команда. В этот раз чистильщиков стало больше, и у каждого есть свой подход к делу, а главное, свои фишки по зачистке места. Игра прыгнула на голову выше, поменяв графику и добавив весьма креативную стилистику, и смешав это все с эпохой 90-х и довольно клевым саундтреком. Перейдя на 3D формат, игра стала гораздо приятнее. Добавив в игру еще 3 персонажа, сюжет стал интереснее, а геймплей захватывающе. Игра заработала 39 тысяч долларов. Все любят искусство. Кто-то лепить из пластилина, а кто-то рисовать. Раньше люди лепили вообще из глины. Они делали огромные статуи и памятники в честь людей. Мунскарс – мрачная и непредсказуемая игра, разработанная в жанре метроидвании, где мы отправляемся на просторы угасающего, жестокого мира, где каждая улица пропитана жестокостью и отчаянием. Сыграй роль глиняного героя, который отправляется на поиски своего скульптора, чтобы узнать историю своего возникновения. Отправляйся навстречу приключениям, проходи множество испытаний и раскрывай мрачные тайны. Будь готов столкнуться с прохождением тьмы, которых необходимо как можно быстрее истребить, иначе ты останешься в этом злополучном месте навеки. Важно в игре постоянно совершенствовать главного героя, наделяя его навыками и большим количеством возможностей по уничтожению противников. Раскрой все тайны, изучи локации и достигни поставленной цели любым возможным способом. Графическое исполнение порадует интересной рисовкой, приятной анимацией, что в совокупности со звуковыми эффектами создает держащую в напряжении атмосферу. Игра заработала 98 тысяч долларов. После масштабной катастрофы, остатки человечества укрылись под землей, где основали новое религиозное общество. Позабыв солнечный свет, они слепо поклоняются богу нового мира, Великой Длани, которая раз в несколько лет спускается на центральную станцию к людям и забирает избранных новорожденных к себе, в мир, скрытый за огромными вратами храма. Главный герой отправляется в опасное путешествие по враждебному миру, в надежде найти способ, открыть ворота храма и вернуть своего ребенка. Сама игра выполнена в приятной пиксельной рисовке, с видом сверху. Игровой процесс представляет собой приключение слэшер. Подмечу, что игра сложная и требует, чтобы вы искали ответы сами. Герой бегает по большим уровням, болтает с NPC и, конечно же, сражается со всеми врагами. Надо одолеть несколько боссов, чтобы собрать некий ключ. Игра заработала 120 тысяч долларов. Текст. Его в нашем мире чересчур много. Куда не посмотришь, везде текст. И ведь вы даже не задумывались, что если непроизвольно посмотрите на слово, то ваш мозг его автоматом прочитает, и вы сразу поймете смысл этого слова. Кто за то, чтобы освободить мир от лап-текста? В общем, текст неотъемлемая часть нашей жизни, и он есть особенно в играх. Отличный пример огромного текста – Roadwarden. Это игра с элементами RPG под олдскульную классику. Судя по комментариям, некоторые даже используют ее для изучения английского. Игровой процесс представляет собой текстовую RPG. Это значит, что постоянно на нас валивается информация, и надо на нее реагировать. Текста очень много, много реакций и вариантов поведения героя. Игра заработала 89 тысяч долларов. Свободная планета 2 – это пример очень качественного сигвела, который расширяет и углубляет как геймплей оригинала, так и сюжет, лор в целом. Боевка приобрела несколько новых фишек. Добавлены элементы прокачки, которые помогут в прохождениях, или наоборот, дадут немного хардкора, давая в награду прибавку кристаллов в конце уровня. Сюжет в традициях оригинала, только с большим количеством действующих лиц. Озвучка персонажей стала гораздо качественнее по сравнению с первой частью, из-за чего она еще больше доставляет. Имеются небольшие баги, но они не критичны. Плюс немного поломано отображение кнопок геймпада. Например, кнопка вверх показывается как влево, и так далее. Если вы фанат первой части, уже должны иметь у себя в библиотеке. Если вы не играли в первую часть, советую пройти первую и приступать к этой. Игра заработала 810 тысяч долларов. Мы рады, что вам нравятся наши выпуски об играх, и вы поддерживаете нас лайками. Мы были бы рады, если бы вы зашли в наш телеграм-канал и подписались на него. Там мы публикуем новость в мире инди-игр. Ну, продолжим наш топ. Помните SCP? Ну, что я спрашиваю? Конечно же нет. Эта игра совсем чуть-чуть нашумела и пропала через пару дней после ее выхода. Шучу. Фонд SCP. Огромная корпорация, которая ловит паранормальных существ, объекты и даже здания. Сама аббревиатура расшифровывается как «Обезопасить, удержать, сохранить» или «Special Containment Procedure». Совсем недавно вышла новая игра SCP Secret Files, которая чем-то похожа на FNAF Security Breach или Poppy Playtime, которая всех уже достала со своими хаги-ваги. Сюжет таков. Вы поступаете на работу помощником исследователя и проходите программу введения в должность, которая заставит вас подвергнуть сомнению все, что вы знаете. В игре вам предстоит взять на себя роль сотрудника фонда, который работает на засекреченных объектах и сдерживает аномалии. Каждый уровень или глава будут оформлены по-своему, с разным геймплеем и визуальной составляющей. Игра заработала 470 тысяч долларов. Рогалики. Наверное, самый интересный жанр видеоигр. Никогда не знаешь, как сгенерируется подземелье в этот раз. Все время играет азарт, а вдруг в этот раз появится секретная комната. Но рогалики не только про подземелья и секретные комнаты. Despots Game. Игра, в которой в постакалиптическом лабиринте просыпаются люди. Без одежды, без воспоминаний, но с кучей оружия. Что это? Злая шутка? Безумный эксперимент? Или игра? Разберешься позже. Сейчас главное, попытаться не сдохнуть за поворотом. Если повезет выжить в лабиринте, ты даже сможешь встретиться с другими игроками. Посидите, выпейте чаю. Шучу. Будете драться между собой насмерть. И только одного из вас пощадит диспот. Без обид. Его подземелье, его правила. Принимай тактические решения и наблюдай за их провалом со стороны. Человеки будут сражаться сами. Здесь ценится умение думать, а не быстро кликать мышкой. Главное, не забудь поставить чувака с холодильником, прикрывать девочку-волшебницу. Каждый раз подземелье создается с нуля. Чтобы жалкие человеки не могли выучить все тропы. Адаптируйся, приспосабливайся, выживай. Для тебя не зря приготовлено бесконечное количество способов умереть. На DevGam и Games Gathering я встречался с разработчиками игры. И вот немного живых кадров, где они рассказывают о своем творении. Сейчас тоже так же ориентир на Steam, да? В первую очередь, потом мы уже портировали на мобилке. Вот, вот, ты его, как вы портировали на мобилке. Тут же такой же подход. Мы не хотим себя ограничивать в дизайне, чтобы делать максимально хорошее, что мы можем. А потом уже, как получится портировать на мобилках? Портируйте так же, как премиум модель или... Премиум. То есть, премиум модель, и... Окей, чтобы не париться. Только управление, профессия. Ну, и, да, там, побольше. Сейчас мы на данный момент пропустируемся на том, чтобы сделать 1.0 версию финальную. Потом ее портировать хотим на консоли и на мобилке. Обязательно на мобилке, потому что предыдущая игра 10.5.3, она была тоже на консоли, а на мобилке. Да, потом на мобилках, да. Да, и поэтому вот сейчас фотос на этом. Ну, ближайший год. А там посмотрим. Так, хорошо, спасибо огромное. Игра заработала 680 тысяч долларов. Мечтали ли вы когда-нибудь начать свой собственный бизнес? В игре King of Retail возможно все. Разработайте концепцию магазина и его дизайн. И запустите свой собственный бизнес. Магазин – это ваше королевство. И если вы будете управлять им хорошо, то сможете расшириться до крупной корпорации. А если у вас все пойдет не по плану, что ж, свалите все на экономику. Весь секрет в том, чтобы люди выбирали именно ваш магазин, чтобы потратить свои с трудом заработанные деньги. Что делает ваш магазин лучшим? Может быть, у вас лучшие в городе кладовщики или самые убедительные продавцы? Может быть, у вас просто хорошо нацеленная реклама в интернете? Есть много способов сделать так, чтобы ваш магазин выделялся. Это ваш магазин, и вы можете управлять им так, как хотите. Контролируйте каждую деталь и постоянно корректируйте свою работу для достижения оптимальной прибыли. Или просто наблюдайте и плывите по течению в бурных водах бизнеса. Вы сами себе хозяин и можете играть на своих правилах. Ах, как хорошо быть королем. Игра заработала 1 миллион 100 тысяч долларов. Продоус. Проект, разработанный в жанре шутера, где все действия происходят с видом от первого лица. Игра, которая может порадовать пользователя не только динамичным процессом, но и отлично проработанной визуальной составляющей. Мир вокруг полностью разрушаем, а также подается контролю со стороны игрока, что не может не радовать. Нам предстоит окунуться в атмосферу, полную безумия и хардкора, сразиться с немеренным количеством оппонентов и пройти многочисленные, смертельно опасные ловушки. Динамика игры исполнена на высшем уровне, поэтому скучать точно не будет времени. Общую атмосферу здорово дополняет соответствующий звуковой ряд, который позволит полностью погрузиться в нее. Выступай в схватку с тем или иным видом врага, продумывай ход событий и не забывай позаботиться о боевом арсенале, чтобы всегда суметь дать отпор мощному боссу. Научись пользоваться оружием, а также применяй тяжелое вооружение, свергая всех на своем пути, не давая им и шансы на победу. Будь готов к неожиданным поворотам событий, тайнам и головоломкам, разгадать которые не так уж и просто. Игра заработала 1 миллион 600 тысяч долларов. Игра, созданная скейтерами для скейтеров, чтобы они катались на скейтах в игре про скейты. Слишком много слова скейт. В общем, скейт сим была сделана, чтобы дать вам возможность почувствовать себя настоящим скейтбордистом и окунуться в их культуру. Никаких оценок, только вы, спорт и ваше безграничное воображение. Нет нужды в судьях, которые скажут вам, как потрясно вы выполнили No Slide или Varyal Hill Flip. А чтобы вы смогли сами прокатиться по калютовым местам для скейтбординга и проявить себя, разработчики добавили некоторые из них прямо в игру. Блэк Хаббас и Бруклин Бэнкс в Нью-Йорк, Фидиар Парк в Филадельфии, и это только верхушка айсберга. Благодаря Dual Stick Controls, стики станут словно вашими ногами. Учитесь ими управлять и перемещать свой вес, как на настоящем скейтборде. А поможет вам в этом реалистичная и плавная физика, разработанная для максимального погружения. Начинающему скейтбордисту первые часы, как в реальной жизни, могут показаться сложными, но стоит вам освоить технику, и вы не сможете сдержать восторг от своего первого выполненного кикфлипа. Session Skate Sim также дает возможность полностью настроить игру под себя, чтобы ничто не могло испортить вашего удовольствия. Подробное обучение позволит вам встать на доску, а 4 уровня сложности подобрать комфортное прохождение. Игра заработала 6 миллионов долларов. Закончился наш топ месяца, сентябрь выдался отличным в геймдеве. Надеюсь, вам понравился наш топ, и вы нашли новую интересную для вас игру. Сценаристом был Крис, озвучил Сергей, а смонтировала Вероника.